я хочу сказать что у меня все не как у людей сто процентов все не как у людей сегодня прошел выходной воскресенье уже дело к вечеру на меня напала уборка вот убираюсь в ванной комнате сейчас мою зеркало протираю уже все порядочные хозяйки это сделали еще вчера или сегодня утром кто-то сделал это в пятницу сделали уборку я оставила все на последний на последний день на вечер даже умудрилась после обеденный сон увалиться пообедала и все как лошадь спала проснулась уже смотрю уже на улице за окном пасмурно 4 часа дня вот и поэтому поэтому на меня напала сейчас уборка протираю все свои бутылочки которые у меня стоят на полочки завтра новая рабочая неделя неделя короткая страна работает 4 дня а потом отдыхаем пятницу мы не работаем пятницу мы не работаем отдыхаем пятницу субботу воскресенье тоже неплохо тоже неплохо хотя я знаю что многие работают многие работают ничего не поделаешь так ну что вроде как и все протерла зеркало протерла протерла зеркало полочки сейчас раковину протру и все и можно и можно немножко уже за собой по ухаживать вот такая вот есть пенка я уже ее показывал делать мягкое очищение кожи и восстанавливает всю регенерацию кожи то есть кожица кожица делается мягкой эластичной вот такая смотрите пена вот так вот так вот я открыл для себя нового блогера лора ее зовут лора сибирячка юсей прикольная еще раз хочу сказать я уже говорила прикольная настолько она такая знаете душевная простота в ней я ее смотрю каждый день у нее очень много видео очень много видео я их уже листаю 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 еще не все пересмотрела для меня сейчас у меня сейчас две дамочки интересные это глафира абрамовна кто не знает этого блогера тоже наберите глафира абрамовна вы зайдете на канал вы увидите эту глашу которая знаете у которой вы просто будете жить вы просто будете жить ну жить вы будете у нее на кухне и будете есть то кушание которую она готовит готовит она тоже кстати никаких там заморских замудренных нету таких знаете каких-нибудь блюд таких, да все простое вплоть до того, что вы будете с Глашей пробовать и карамельки, и шоколадки и тушенку и паровые котлетки и щучьи котлетки и все, и будете еду варить с ней в котелочке много-много чего, так что я вам всем рекомендую зайти на канал Глафиры Абрамовны и вторая у меня дамочка это Сибирячка Юсей зовут ее еще раз хочу сказать Лора, вот они два два типажа, которые они просто прикольные, они так похожи друг к другу, вот они так похожи, манера подачи видео, манера разговора то есть человек не парится, понимаете, не парится они просто они есть такие, какие они есть вот она Лора, вот она мешает там что-то, оладушки свои мешает она просто она глядит она вот так вот смотрит на камеру и вы понимаете, что она разговаривает с вами вот она просто если она забыла надеть перчатки она в перчатках работает она готовит готовит, а потом говорит а что вы мне не сказали что я сегодня перчатки не одела там злыдни, змей ну это все шутя да, а почему вы мне не подсказали там, что у меня там, допустим ярлычок висит там на на ее маечке там, допустим торчит там, да ну я говорю, что вы вы будете жить с Лорой ну образно говоря да, вы будете жить с Лорой и вы будете жить с Глаферой у них дома вот настолько доступное видео для зрителя настолько они контактные вот они просто они просто вас как сказать ведут в дружеское общение вы просто с ними подружитесь я второй день уже говорю об этом потому что я сейчас вообще смотрю я вот сейчас вот с вами поговорю приведу себя немножко в порядок и пойду увалюсь и буду опять смотреть Глаферу но Глаферу я сегодня смотрела там у нее тушенка какая-то кубызда или какая-то там тушенка я же Глаше могу ошибиться ты меня прости вот и вот Лорка вот ну Глаша это уже для меня как бы такая подружка ну родная да мы уже много времени с ней общаемся вот Лора для меня как бы новая подружка ну она для меня еще не подруга вот ну я так пытаюсь и как бы больше с ней общаться переписываться чтобы ну больше знать этого человека ну классная вообще почему она сибирячка потому что вообще она родилась в Крыму она у нее есть видео она рассказывает она родилась в Крыму потом она по по работе она перебралась в регион Сибири уехала в Новосибирск там стала жить работать там она вышла замуж и вообще как я поняла она корни пустила уже в Новосибирск у нее детки родились в Новосибирск и поэтому она считается сибирячка слово сибирячка для меня это уже как бальзам на сердце то есть еще одна есть сибирячка неплохая хорошая мы сибиряки все хорошие я не знаю почему нас хает называют там порой колхоз деревня но может быть это не относится к Сибири это может быть относится просто как вот к типажу ну не факт хоть как пусть называют но то что суть-то разговора в чем то что смотрите смотрите этого блогера даже двух вот этих Лафиру Абрамовну и сибирячка Юксей так я вам хотела показать знаете что интересная зубная паста у меня какая есть коль я уже тут стою в ванной комнате я вам сейчас покажу я ее раньше показывала на канале потом я ее убрала не стала и пользоваться а сейчас я буду опять пользоваться я пользуюсь обычными зубными пастами ну вот допустим сейчас покажу допустим такая мятенькая у меня это ну покажу расправлю ну вот такой вот например жемчуг вот такой вот да вот такая вот паста знахарь ну вот как мы пользуемся да у нас всегда есть зубной порошок всегда есть и еще у меня очень интересная есть зубная паста такие вот пасты у меня есть не паста а порошки биобьюти я уже о них говорила рассказывала вот такие вот биобьюти вот эта паста у меня вот эта паста вот этот порошок у меня отбеливающий отбеливающий вот этот зелененький порошок очищающий он снимает все налеты на зубках и даже если образовываются камушки вот здесь вот между зубами да замечаете такие точечки да бывают этот порошок снимает он серенький сам по себе Ну вот такие вот они, видите Порошки не дешевые Они около 400 рублей Коробочка Я покупала в Москве Ну вот такие вот Так что Вот такими вот Вот такими вот порошками Начиная с нашего И вот этой новой компании Био Бьюти Вот это кстати Био Бьюти Забейте в интернете Вы много узнаете об этой компании Там много есть косметики, шампуни Маски для лица, зубные порошки И все, все, все Вот есть такое, кого интересует Вот смотрите, Био Бьюти Найдете К чему я вам это все показала К чему я вам все показала Не знаю к чему Показала к тому, что Я вот сейчас нахожусь в ванной комнате Протирала тут зеркало Полочку Со своими Бутыльками Вот Дело к вечеру Сейчас схожу в душ Искупаюсь Завтра на работу Показала вам зубные порошки Рассказала вам о двух блогеров О которых я очень рекомендую вам Посмотреть Подписаться на них Подружиться Потому что Я хочу сказать Классные девчата Классные Вот поверьте мне Поверьте мне Ну хотя бы просто посмотрите Одно-два видео Кто вот не заходил Посмотрите Пробегитесь там Что у Глафира Абрамовны Что у Сибирячки Юсей Девчонки вам огромный привет от меня Вот О вас рассказываю Чтобы О вас узнали Очень многие Очень многие узнали Я просто хочу Чтобы Просто знали Что есть На Руси Тетки Ого-го Нормальные Адекватные Так Ну что Значит Завтра Еще раз хочу сказать Рабочая неделя Вот На неделе Я никаких видео Не снимаю Потому что Я утром Ухожу на работу Еще Темновато И вечером Я возвращаюсь Тоже Уже Опять темновато То есть Не получается У меня Ничего снимать Ничего Рассказывать Среди недели Ну в принципе Да особо И нечего Рассказывать Всем большое спасибо Что вы мне пишете Оставляете свои комментарии Под моими Видео Всем девочкам Привет Спасибо Что беспокоитесь Что Замечаете Что я бываю Очень редко Просто Хочется Если что-то Снять Интересное То Нужно Куда-то Поехать Выехать Что-то Снять Показать Приготовить Выходной День Ну посмотрим Потом будут Три дня Выходных Мы что-нибудь Может придумаем Или просто Вот так Поболтаем Может какую-нибудь Какую-нибудь Историю Вспомню Вам расскажу В общем Всем желаю Рабочей Трудовой Недели Коротенькой Она у нас Будет такая Предпраздничная Всем здоровья И самое главное Я сегодня Выпустила видео Где рассказываю О витаминах О лимонах Купите лимон А то и два Сделайте В сахаре В баночке Купите В аптеке Шиповник Отваривайте Заваривайте Пейте Пейте Эти отвары Это витамины С Витамин С Поднимает Ваш иммунитет У вас Когда будет Нормальный иммунитет Ни один вирус Вас не сразит Ни один Я уже не говорю Там о соде Да Что вот Я соду Даже не я Вот мы с мужем Пьем соду Второй год Мы ни разу Ничем не болели Ни разу Я уже много раз говорила Ни соплей Там Ни кашля Ничего у нас не было Потому что сода Она поднимает иммунитет Она его держит иммунитет Но я уже Не заставляю вас Не уговариваю Пить соду Вы ее не пейте Но чтобы у вас Лимон Шиповник Мед Там Какие-то Овощи были Дома Ну хотя Уже овощи будут дорогие Но все равно Хотя бы Вот эти вот Лимон Мед И шиповник Боярышник Пусть у вас Всегда будут И Не просто Что вы там Купите Там коробочку Витаминов Каких-то Да В аптеке Именно вот эти Вот у вас Должны быть С чайком С медиком Вы пьете Даже если вы здоровы Вы не болеете Вот этот период Ноябрь еще Да Вы должны пропить Этот самый такой пик Октябрь-ноябрь Когда у нас Падает иммунитет Падает Когда Мы начинаем Чахнуть Начинает У нас горло Там И сопли Бежать И все это А вы заранее Себе подготовьте Пейте Побольше чаев Побольше воды Пейте Не соков Кто-то Кто-то там Лариса Мне написала Что немножко усталая Какая-то На видео Была Ну конечно Может быть Была усталая От работы А может быть Усталая От Спанья Короче Ладно Все Всем пока-пока Увидимся